Здравствуйте, меня зовут Коржаев Сергей и я делаю сверхлегкие лодки. Это видео будет посвящено съемному брызгозащитному фартуку на покрафты Иволга. Вообще, такой фартук мы делаем на покрафты Иволга, синица, саламандра, журавль. И, о, и та-та-та, мы начали делать такие фартуки на покрафты Вообще, такой фартук мы можем сделать на любой птичий покрафт, ну, естественно, кроме самоотливного, потому что он там нафиг не нужен. Что отличает вот этот фартук, если мы говорим про новый фартук, от старого? В старом фартуке петли пришнуровывались к пятакам обвязки с помощью длинного-длинного леера паракорда. Ну, и пришнуровывать фартук это долго, и поэтому появилась обновленная версия фартука, улучшенная, в котором вот эта проблема решена. Зачем вообще фартук нужен? Вот часто задают вопрос, ну, нужен ли вообще фартук? Это зависит от ваших условий, прежде всего. Если вы катаетесь на пруду, речке жарким днем, вообще лепота, если лодка нужна вам только для переправ, то фартук, наверное, не нужен. Если ваша задача походы, сплавы, там вода холодная, может пойти дождь, свисла льет на ноги, то фартук нужен. То есть, вот основная задача фартука это защита от брызг, от дождя, от брызг свисла и сохранения тепла, что представляет из себя съемный брызгозащитный фартук. Секунда. Сейчас у нас фартук для Иволги. Это фартук из водоотталкивающего силиконизированного нейлона, по-простому силиконка. Вес фартука для Иволги стандартный 380 грамм. Общий вес с крепежом на самой лодке 430 грамм. Объем фартука это примерно, как вы можете догадаться, полтора литра. По бокам фартука идет утягивающая резинка с петлями. По торцам в передней и задней части закреплены по пять пряжек со стропками шириной 10 миллиметров для жесткой фиксации фартука на покрафте. Крепежные фастексы под стропу, несмотря на свою кажущуюся субтильность, очень прочные. Это вуджин пластик, то есть они сделаны на заводе, на котором размещают заказы. Дюрафлекс. Мы выбирали из нескольких вариантов наиболее легкие и прочные трехщелевки и нам это удалось. Как крепить фартук к лодке? Сейчас мы будем крепить фартук на покрафт и волгу стандартную и делать это удобнее на надутой лодке. Мы накачали лодку, определили где у нее корма, где у нее нос. То же самое определили, где перед, где задняя часть у фартука. Задняя часть это вот такая шарпейстая часть со швами, а передняя часть это вот длинная часть без швов. И теперь мы цепляем пряжки трехщелевки, спереди и сзади по центрам. Спереди у нас есть красная нить на трехщелевке со стропой и, соответственно, мы ее цепляем к передней части. На задней части фартука, он у нас состегнутый, проверяем все ли у нас тут все правильно. Да, все правильно. На задней части у нас центральная трехщелевка со стропой, она идет вот как раз вот на таком шве, который у нас шарпейстый. И его, соответственно, цепляем сзади. Продеваем стропу через силовой пятак и встегиваем в нашу трехщелевку. То же самое проделываем с трехщелевками по бортам. Сперва это делаем на одном, в нашем случае на правом борту. Продолжение следует... И таки на одном борту закрепили. Сейчас я переворачиваю лодку, чтобы это было вам удобнее и понятнее. То же самое теперь делаем с трехщелевками на другом борту. Следующий этап привязываем и протягиваем через петли фартука паракорд. В нашем случае сперва слева, затем доходим, вот проходим через переднюю часть фартука и привязываем, проходим, не завязываем, а просто проходим через петлю на борту и проходим дальше через петли задней части фартука. Ввязываем. Ввязываем наш паракорд в грузовую петлю. Все. У нас фартук с одного, с левого борта одев. То же самое сейчас я вам покажу. Делаем с другого борта. Вначале привязываем паракорд спереди. Паракорд идет в комплекте. Пропускаем его через петли передней части фартука. Пропускаем через боковую петлю компактную. Пропускаем паракорд через петли задней части фартука. Затягиваем. Пропускаем. Привязываем паракорд к грузовой петле. Теперь мы одели фартук. Все окей. Можно садиться внутри лодки. Вопрос. Как снимать фартук? Снимать фартук очень просто. Смотрите. Все делаем в обратной последовательности. Развязываем паракорд. Обычно развязываем сзади. Выдергиваем паракорд из петель. Теперь то же самое делаем с обратной стороны. Снимаем трехщелевки. Сперва снимаем трехщелевки сзади. Теперь снимаем трехщелевки спереди. И вуаля. Мы можем упаковать наш фартук и упаковывать нашу лодку. Все получилось. Теперь рассмотрим, как сесть в лодку. Обычно фартук с одного борта уже расстегнут. То есть мы расстегиваем его, когда выходим. И этого вполне достаточно. То есть полностью фартук не нужно расстегивать. Для того, чтобы сесть, мы должны встегнуться в упоры, если они у вас есть. Застегнуть боковую липучку. И застегнуть лямки. И можно отправляться в путешествие. Сейчас я покажу, как это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все готово. Как выйти из лодки? Если вам нужно выйти из лодки, вы чалитесь к берегу, расстегиваете липучку с одного борта, ближнего к берегу, снимаете лямки и все готово к выходу. Делаем это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Мы рассмотрели, какие основные изменения конструкции появились в новом фартуке для птичек, как снимать и одевать новый фартук, как садиться и выходить из лодки с фартуком. Этого вполне достаточно, чтобы отправиться в путешествие. Но если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео, и мы ответим на них в следующем фильме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присоединяйтесь к нашей группе Birdie Pocrafts в ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе. Легких вам путешествий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА